От Иоанна 3.16. Господь пришел, чтобы спасти всех. Ну так и что? И всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. А не сказано, баптист, пятидесятник, православный, католик или кто там еще, то, который исповедует Иисуса Христа Господом. Вот всякий исповедующий Иисуса Христа Господом, верующий в Него и заключивший святое водное крещение, а это крещение все производят, может не совсем правильно так, как это у Игнатия Тихоновича в общине, но они все равно производят чин крещения, значит они по вере, значит они спасутся, потому что так сказано Иоанна 3.16. Вот я верю в это. Хорошо. Ну вот там написано так, и каждый будет судим по своим делам. Конечно. И кто не был записан в книге жизни у Господа, вот, кто не был записан в книге жизни, вот. А как записываются книги жизни? А вот смотри, Надежда, ты очень хорошие вопросы задаешь, да? Вот всякий верующий в Иисуса Христа, и который заключил заведу с Ним через крещение, пусть в разных, не только в православиях, в баптистах, в пятидесятниках и прочие другие еще, которые христианские так называемые, ну, секты, как мы говорим, да, и надо бояться говорить, называть их сектантами, потому что по отношению к иудаизму все сектанты, и православные, и католики, я так думаю, все сектанты, потому что сектант был сам Иисус Христос, был сектантом, потому что он пришел к своим братьям, то есть это Господь сам, ну, пришел, чтобы спасти и вот это предать новое учение, потому что в Ветхий Завет закон не мог спасти людей, закон Моисеев не приводил к спасению людей и к высшему состоянию, а он пришел, а они его не приняли, а они говорят, да кто такой, это что, сын плотника, сектант, естественно, он, ну, это мы сейчас говорим, ну, тогда они не знали такого слова, и они не могли сказать, что вот этот человек, сектант, нет, они просто сказали, кто это такой, сын плотника-то, что ли, и выдает себя за сына Бога, естественно, он, ну, не тот человек, вот что дело-то, так вот, и мы все тоже по отношению к иудаизму, все сектанты, но через веру в Господа Иисуса Христа мы общаемся уже с Ним и имеем вот это все, то, что он даровал нам спасение, то, что он принес, то, что он сделал через свою крестную смерть, он сделал, он восстановил Адама, после грехопадения восстановил Адама, и мы имеем через Иисуса Христа, а он был потомок же Адама, по человеческому естеству, а раз он восстановил Адама, значит, и он от Адама уже стал другим, то есть не поврежденным, не пленным, не страстным и вечным, вот, и мы заключим завод, завет с Господом Иисусом Христом тоже имеем безстрастность, безтленность и бессмертность, но пока временно мы все и страстные, и смертные, и тленные, но так как во Христе все умирают, как Христос умер, и во Христе мы, крестившиеся, все умирают, но так как Христос воскрес, так и мы во Христе, если мы заключили с ним завет, мы воскреснем для новой жизни в обновленном состоянии, в обновленном теле, вот и все, тут только лишь так можно сказать. Ну, понятно, понятно, но я вот еще, Ван Булбакист в 1909 году, а атеисты-то вот так сказать, они-то против Иисуса Христа, что-то там Евангелие читают, там Библию, а эти вот неверующие, они-то вообще, это им не надо, они рукой махают на это на все. Вот именно, а ну, а ты опять связывай, вот это все связывай с тем, что опять Иоанна 3,16. Господь пришел, дабы всякие верующие в него не погиб, но имел жизнь вечную. А вот смотри, Игнатий Тихонович говорит, вот допустим, ну и у Игнатия Тихоновича община, там все боевые люди, все очень сильно верующие, все исполняющие, все принадлежащие, так, в общем, очень замечательно, да? Вот, и мы православные, вот я, допустим, против них уже, ну, совсем никто. Вот в чем дело-то. А теперь Игнатий Тихонович говорил, что вот там, когда он в училище преподавал, и там как-то это ученая такая женщина здесь в Барнауле, она, значит, изучала в институте, сколько там верующих людей, принявших крещение, потом оказывается в церкви. И там 0,3%. Она подсчитала точно. Так вот, крестили там тысячи, а из десятков тысяч 300 человек только, которые ходят в прамп, постоянно, то есть верующими стали. Так а что тогда выходит? Это вот среди верующих 0,3%, а атеистов еще больше. Это вообще верующих среди атеистов, это, ну, 3-5%. Вот у нас в России среди всех людей 3% или 5%, которые позиционируют себя православными. А остальные все атеисты или других религий. Значит, они что, не спасаются? Ну, значит, выходит так. Ну, я лично вопрос себе задаю такой. А для чего Иисус Христос пришел и пострадал? Для пьяниц. А все время в Евангелии говорится, что он пришел спасти народ свой, чтобы всякий, ну, не погиб, и, ну, так сказать, ну, как-то же для чего? Исправить состояние. Потому что закон Моисеев, ну, не доводил до конца, чтобы все спасались люди-то. Но раз закон Моисеев не доводил до конца, потому что закон был очень строгий, если человек в одном согрешал, то он виновен во всем законе. Вот мы сейчас, допустим, мы исполняем заповеди, но если я ее не исполнил заповедь, это ничего не значит. Я не помру, меня никто не убьет. Вот и вообще ничего. Но я сознаю, и вера у меня есть, и каюсь, что я неправильно делал. Я исповедую этот грех свой, и Господь прощает. А который неверующий человек, он тоже это все, совесть его судит. И он тоже понимает, что он неправильно делал. Но вот он когда явится на суть Божией, и там уж с ним будет что-то такое, что он признает, что он был виноват. Ну, я просто слышал это, не хочу говорить, что там будет с ними дальше. Просто мы должны знать, что верующий человек и исполняющий может по православному вероучению иметь Царство Небесное. То есть в надежде. он спасается. Баптисты, допустим, уверены, что они все спасаются. Ну, Господь это все сделает. Пока мы не знаем, я думаю, ничего. Как будет, что будет. Но я думаю, что всякий человек, ведь он от Бога рожденный. И он должен от Бога, и к Богу... Вот там написано как, плоть сотворил, да, и дух дунул, и стал человек плотью живой. Вот ребенок рождается, это просто плод. То есть вот из земли, из земли рождается, и Господь, и вот он хватает воздух, и все, и становится живой человек. И начинает кричать. Всякий человек, рождающийся, кричит, воздух вдохнул, и закричал. Вот это вот, что, это же чудо Божье, да, что вот Господь так заделал, что вот это вот все, это значит, да. То есть дух от Бога, и к Богу возвратится. И вот когда последнее издыхание, вот, помирает человек, и дух отпустил, и ушел в землю, все, ничего нету. Душа осталась у человека, которую он получил от Бога. И вот она, так сказать, идет туда, в те обители, в те места, куда Господь определяет. Мы же не знаем. Это говорят святые, говорят, я особенно, особенно святым, я не очень верю, потому что святые, это те же люди, которые были такие же, как и мы, но вот их церковь призналась святыми, потому что они писали, писания свои, оставили нам для назидания, и жили очень праведно, и проповедовали, и учили, вот они святые, ну вот и все. Но они все равно человеки, вот что делать. Ну да, человеки. Вот, Игнарий Тихонович, он, видишь, какой человек, я его знаю сколько лет уже, полсотни лет, наверное, скоро будет уже, вот, и я знаю, какой он человек, и как он трудится, и прочее, все, ну что же, ну, так вот, взирая на кончину дней их, написано так, вот, хороших людей, как Игнатия Тихоновича, да, взирая на кончину их, подражайте вере их, написано так, написано, ну вот и все. Я, допустим, подражал тому, что вот он меня учил 40 лет назад, и говорил, ты вот так делай, ты вот так, и вот некоторые моменты у меня остались, сохранились, и я это помню, и знаю, что это очень хорошо. А вот другие моменты, допустим, я вот в православие тогда как-то не пошел, я был баптист, так и остался баптистом. Вот тогда вот в чем дело. И сейчас ты вот так? Нет, сейчас я пришел к вере отцов своих, то есть я пришел к православию, вот я сейчас православным исповедую себя таким, позиционирую себя православным человеком. Потому что... Что? Троица Сергия Лаври были? Троица Сергия Лаври. Троица Сергия Лаври. Против чего? Троица Сергия Лаври были? – Сто раз, наверное. Ну, не сто раз, а десятки раз. Я в Москве жил 29 лет. Я работал водителем. Я на Икарусе работал, туристов возил, иностранцев возил, в Новый Иерусалим возил, в Троицу Сергию Лавру, Ростов Великий, по Золотому Кольцу, в монастыри ездил, ездил, возил людей, иностранцев возил. – А вот в 86-м году были там, в 86-м году? – В 86-м году в гараже, в котором я работал, получили 20 новых Икарусов, красные такие Икарусы, 20 новых Икарусов. Вот, и мне завидали. И мы приехали в гостиницу «Украина». Если вы знаете Москву, гостиница «Украина» стоит на берегу реки Москвы, памятник Шевченко Тарасову, и гостиница «Украина», высокое такое здание. Мы в Шенебельное, Борокко, Сталинское, Сталинское сооружение-то. И там мы приехали, у нас автобусов больше десятка было. Больше десятка. И мы на каждом автобусе два водителя, чтобы ехать, потому что мы надолго. Утром мы, значит, приехали в гостиницу, они выходят, и мы не знали, зачем, туда, кого, чего и как. Ну, там иностранцы обычно там расселялись еще, в советское время-то было. И, значит, смотрю, выходят, и все черное, 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 все, значит, вот таких водежных-то монашеских. И смотрю, значит, а у нас номер на автобусе, и, значит, здесь это все позиционируется, там ведут их люди. И к нам идут, значит, в наш автобус, и смотрю, все в рясах идут, таких черных, тюбетей, как эти, да, монашеские. И 40 человек заходят к нам в автобус. Ну, и я напарнику говорю, ты давай, ты поезжай сейчас, а я с ними поговорить хочу. И я, значит, сажусь там, и начинаю спрашивать, я говорю, то, чего и прочее, да. Они говорят, мы старобрядцы. Откуда? Они говорят, ну, здесь разные, вот, с Канады, с Аргентины, с Австралии. Я говорю, так вы знаете, мне охота с вами поговорить, а у меня родители старобрядцы. Потому что, а откуда, где ты? Я говорю, да я вот с Алтая, мы, говорю, там живем. Потому что мои предки бежали, они из Тулы, мои родители, предки мои из Тулы, они бежали в Тобольск в 17 веке. До Тобольска дошли, вот в Сибирь, до Тобольска, и там остановились. Тобольск тут был маленький, вообще там ерунда. А они пришли туда, но их много было, они остановились. Построили дома, построили храмы, вот которые сейчас в Тобольске храмы. Я там ни разу не был, но говорят, и удивляются все. Так вот, люди построили, это мои предки, построили в Тобольске храмы. А потом, когда, значит, в Тобольск, опять пришли, и, значит, опять там еще шерсти, и они тогда из Тобольска пошли сюда, на Алтай. И вот мои предки пришли на Алтай, и вот через Татарку, Кулунду, Славгород, до Михайловской. Михайловский район, Михайловское, вот это вот там организовалось. И мои предки, мама рассказывала, пришли самые первые на это, значит, Михайловское. Но тогда никакого названия не было, там стояла одна юрта, там жил один казак, Марзагул, его, Марзагулка его звали. И там озеро, здесь степь, вот бескрайняя степь ровная, а здесь озеро, а за озером лес. Это просто хорошее место, просто благодатное. И они остановились там, и вот там начали жить, строили дома и прочее, и все, и вот это. У меня есть документы, как мои там родители жили, предки мои жили, дед мой. И сколько земли у него было, и сколько скота, сколько механизаций, сколько чего. И как революция начиналась, и куда они все бежали, все бросили. Вот и все. Я историю всю знаю. Я вот что хотела сказать. Если вот вы были в лавре, вы не видели такой вот, ходил там, ну, старец он, в куфаечке ходил. Это все, больной силой. И вы у него, люди за ним ходили, и вот у него голуби его обрепляли, всего голуби. Вы такого не помните? Не видели человека такого? Нет, я не видел такого человека, потому что вот это все чудеса такие, я как-то это не был к нему. Я был вот в этом храме, где Серафим Шаровский, его, значит, рака, ну, где он походил. С Сергеем Харусевичем? А Сергеем Харусевичем? Да. Вот. И мы с Игнатием Тихоновичем были там. И он говорит, давай подойдем, вот, приложимся. И мы с ним вместе прикладывались, Игнатием Тихоновичем. Это был еще год, так, 77-й или 78-й, вот, когда это было. И потом там всегда стоят и молитву читает кто-то там. Там круглые сутки молитву читают у этой раки. И, значит, ну, Игнатий Тихонович, он знает это, понимает все. И он тоже, ну, там, это раз, и тоже ему дали. И он тоже встал и давай читает, ну, и все прочее. Ну, я стоял рядом. Смотрю лампады там, сколько там висит, там, колоколоты, там, прочее всего. Это уже такое. И иконы, ну, в общем, все. Ну, и все там на территории монастыря, там, храмы. Ну, во всех храмах я был. А вот потом уже перед отъездом моим из Москвы колокол большой громадный. Везли в Троицу Сергию и Лавру большой колокол. То, что раньше, который был, и его в революции, после революции столкнули оттуда и разбили. Так вот, по Ярославскому шоссе, дороги, там мосты перекрытия, все развернули, все разобрали, выше подняли. И чтобы вот на машине этот колокол провести. И потом в Троицу Сергию и Лавру его привезли. А потом я на автобусе приезжаю с туристами и смотрю, значит, около колокольни этот, около колокольни стоял колокол, ну, на земле. Ну, на постаменте таком просто там и стоял. А уже потом приезжая дальше, там уже краны два поставили больших. И они этот колокол, он тяжелый, очень здоровый. Они его подняли на второй этаж. На второй этаж подняли, там поставили, потом его закатили и подвесили. И он гудит. То есть работает все этот колокол. А людей там бывает, Надежда, там всяких-всяких бывает людей. Ну, подвид юродивых, там бывает еще что-то. Ой, там сколько всяких разных людей. Это только смотреть на них, ну, так это, ну, некогда мне было смотреть. И я не особо смотрел. Потому что это не чудеса, а просто, ну, люди хотят, чтобы... Потому что богомольцы идут, и каждый подает им деньги. Деньги подают, подают. И вот этих попрошаек там, я иначе не могу сказать. Потому что они деньги собирают. Вот и все. И, значит, их очень-очень много, сотни. Нет, я говорю совсем, Дуркучий, вот сейчас Игнатий Тихонович, он ничего вот не принимает. Этого черта, вот этого человека, вот тоже такая же была черта. Он тоже ничего не брал, ни от кого. И что я хотела сказать? И вот... Может быть, может быть. Надежда, может быть. Но я не видел такого. Просто я там... Это ж надо быть долго, там, наблюдать что-то там как-то в жизни. А я приезжал, я с туристами, потому что мне нужно было желательно... А не, Миша, Миша, там, значит, да, вот где что купить. Им сувениры нужно купить. Вот я им показывал, где эти сувениры можно купить. Тем более, они мне, значит, мы же приезжали, там нужно было где-то обедать. Они заказывали обед на все количество этой группы. И они, значит, меня, как водителя, они тоже заказывали на меня еду в ресторане. И, значит, я с ними питался. То есть это все... То есть я жил там очень хорошо. Мне платили их хорошо на работе. Я трудился и сувениры мне, там, презенты разные. Они все мне давали, это все ложили. Ну, презент, презент. Ой, ну, вот такое. Работа была веселая, интересная и доходная. Ну, вот он говорит, за ним женщины столько ходили. Он говорит, я, говорит, не сам себя открываю. Что мне, говорит, свыше открывается, то он и говорил. И вот он говорит, что вы, говорит, ездите по святым местам. А если, говорит, это, вот что-то случится дорога, куда, говорит, ваша душа, говорит, пойдет. Дома, говорит, молитесь. И еще вот он говорил, видите, что говорил. Вот эти, говорит, ну, который, говорит, ну, как раз это он не прямо говорил, а потом-то я поняла, что к чему. Это, что вот эти, про самых, я, говорит, не против их, если они так с детства были научены. Ну, вот я знаю, тут в Абтистке есть, они, говорят, таких родителей, они уже с детства научены так молиться. Меня, например, не учили молиться, друг, не отец, не учили. Это самое. А они вот есть вот от таких родителей, она уже с детства так молилась, говорит. Я, говорит, не против, если они, говорит, с детства так научены молиться-то. Если они так с детства научены молиться. И, это самое... Но, говорят, кресло-иконы святые. Я потом-то перенесла, к чему это? Кресло-иконы святые. Это же православие, кресло-иконы-то. Сейчас этого старца-то уже нет. Это уже сколько лет прошло? Ему сейчас, наверное, одно или больше лет, наверное, уже нет. Ну, здесь, на земле-то. Да, может быть, нет. Может быть, конечно, нет. Ты хочешь думать, вот, как молиться, что ли, да? Молиться можно, как хочешь. Как хочешь, можно молиться. Хоть по-православному молись. С подмонами, с крестным знамением молиться. Это все. Потому что я слышал вот от своей мамы, что она, значит, рассказывала такое, что два монаха там где-то шли, значит, там, там, где-то через реку переплывали, на остров попали. А там, значит, нашли человека. Увидели, человек прыгает через дерево, значит, такое, да, и прыгает туда-сюда, туда-сюда. Они, значит, увидели, ну, думают, живая душа. Подошли, значит, к нему, ну, и туда-сюда. Он говорит, поговорили с ним. И они говорят, так ты что, здесь один живешь? Говорят, да вот, один живу. На острове, значит, и лодка была, говорит, уплыла. И никуда не могу. Вот, и несколько лет уже на острове один живу. Ну, а что, как ты живешь-то? Да вот так вот, питаюсь там, что там, рыбу какую поймаю, ну, вот и все. И, значит, так питаюсь. А это что ты там, да, Богу молюсь же. Они говорят, так что это? Разве так вот нужно молиться? Что ты прыгаешь? А он говорит, вот я прыгаю. Господи, тебе скок, и мне скок. Скок, прыгаю, да. Вот и все. Они говорят, да ты не так, да вот ты вот так молишь. Как? Отче наш, значит, пиши, если на небесах, вот это все. Они его научили этой молитве. Отче наш. Ну, и он все, он понял, ну, и все. Ну, и перенечивали они, и они, значит, там, это, на своей лодке, значит, поплыли дальше. Он остался там. Трое нас, трое вас, Господи, помилуй. Ну, это вот так и по-другому. А вот мама мне рассказывала, когда он молился, вот так. Скок тебе, скок тебе. То есть мне скок тебе, скок. Вот через бревно прыгал. Ну, вот. И когда они поплыли тоже на лодке, и потом слышат крик. А он бежит, сзади догоняет их, по воде бежит, по реке. И кричит, подождите, я забыл, как молиться-то. Молитву забыл, что-то там, знаешь, да. А они увидели, он по воде бежит. И говорят, да ладно, молись, как хочешь. Как можешь, так и молись. Потому что святой человек уже, вот в чем дело. Так что им важно, как молиться, как называть, как что, чего, но к Богу обращаться. Вот и все. Наверное, так я думаю. Вот сердечная молитва. Сердечная молитва. Хорошо, конец. Ну, до того, как сказать. Да, что-то еще хотят. Потому что есть многие, я слышал, вот в монастыре, там, значит, и особенно бабушки там, ой, там есть и написанные молитвы, они, значит, это дают, дают, вот написанная молитва от того-то, от другого, от такой болезни, от третьей, значит, вот написаны молитвы, листочки. И вот написанные прям рукой, да, ну и дают листочек, ой, ну, такая, туристы-то, они так, ой, пап, нуля, так на тебе там рубль 10-20, сколько хочешь. И вот это. И они, в общем, стоят, вот вроде как бы, вот написали от руки, дают эти молитвы от всяких болезней у ней там есть. У ней там просто куча целая. И она, какую тебе молитву-то нужно? Да вот от того-то, от того-то, для того-то, для этого. Она, значит, находит и сразу дают, говорит, вот, а та ей дает деньги, вот и все. Вот еще получается. Они бы там слезами... Ну, что понятно. Ну, вот, а еще, к тому еще это. Не судите. Вот видите, а как вот, не судите. Так мы тогда и в эти эпохи ходим с судьям, как тогда? Или бы просто хотим истинную... Ну, они тогда в таком случае, они заблудшие выходят тогда? Ну, вот как ты думаешь, я их осудил сейчас или нет? Я просто сказал, что вот они поступают так. Вот если они эту молитву написали, и отдают, и потом отец дает им деньги. Ну, она не просит, но они дают деньги туда-сюда, прочее-то такое. Вот что делать-то? Где они эти молитвы-то взяли? Вот у меня есть книжка тоже, она тоже мне отбросит. Нет, ну, а молитв... Ой, знаешь, у таких людей, у бабушек столько молитв. На всякий случай есть молитвы. А до всего, а до всего. Все прочее. Это очень-очень много есть таких молитв. Ну, вот у меня книжка такая тоже там небольшая, одна давнишняя. Там вот, например, Ануфри Великий. Это вот Варвара Великомученица. И молится вот о внезапной смерти. Потом, значит, эти... Так-так-так, там подписано прям тоже рукой. Вот святая там, вот и икона этого святого. Имени такая вот. И это самое. От чего молятся там вот? Там и другие вот... Екатерина Вученица, по-моему, помощница в родах. Ну, там вот и... От пожара, от неурожая, от корова, чтобы молоко давало, чтобы от падежа скота, чтобы вода в колодце была, чтобы помидоры выросли, чтобы то, другое было. Вот это всё, понимаешь, нет? Вот это всё есть молитва. И в православной церкви, вот в церкви-то есть икона, неубиваемая чаша. Ты знаешь, да? Да. Вот знаешь. Так вот, от пьянства, значит, говорят, от пьянства нужно молиться перед иконой неубиваемая чаша или молебен заказывают. Вот я был в храме, значит, и молебен... А какой молебен? Я спросил. А неубиваемая чаша от пьянства, значит, молебен заказали люди. И, значит, вот это батюшка, и вот это всё там. И вот неубиваемая чаша, значит, икона. И, значит, молятся. А вот Алексей Ильич, значит, профессор в духовной хребе, он говорит, это что ж такое получается? Значит, вот от пьянства, значит, нужно молиться только неубиваемая чаша. А другая никто не поможет. А Иисус Христос, Он что, вообще ничего не поможет. Только вот икона неубиваемая чаша. Ну, это, ну, так как-то это образно, но, конечно... Ну, вот, вот. Так вот, к Матрёне Московской, вот он говорит, к Матрёне Московской идут столько там, тысячи людей идут, идут, и просят что? Исцеление просят в основном. А потом ещё там, чтобы Господь там помог, там... Понятно. ...дочки там взять и там... Ну, там, я... Да, 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 знаю. Ну, говорит, нам написано, «Тащите, прежде, представь, что небесное, а остальное, что приложится вам?» И вот он говорит, что, а никто, значит, спроси их всех. Вот всё такого земного просят. А вот чтобы вот попросил кто-то бы там, чтобы, допустим, обсуждение там или прочее, ну, какие-то духовные такие вот... То, что мы страдаем этим никого, а мало. Вообще, смотри, они идут вот такие земными. Ну, да, ну, понятно. Так мы с тобой вдвоём теперь беседуем-то сколько уже, да? Ну, да, но если вам некогда, что вы, ну, это самое... Да, нет, почему некогда-то? У меня всё время свободно. Живу один-одинёшенек. И... Ну, вот и всё. Так что, у меня типа... Так, что да. Ну, вот я только вот хочу сказать. В православии, в православии, это вот... У них-то так вот бывает откровение Божие. Вот если они, люди молятся, им будет откровение Божие. А вот, наверное, у сектантов такого не бывает, наверное, вот, чтобы открывалась воля Божия или что. А именно вот у православных, наверное, через вот это вот... Как-то вот, наверное, Господь может открывать человеку о человеке. Наверное, только у православных так бывает. Да уж, я не совсем так думаю. Потому что я был у баптистов-то, но и воля Божия открывалась к ней, я молился и очень хорошо, и получал ответы на все, и видел, что я в чем не прав был, и потом я понял и думал, Господь мне показал вот то-то, что я не прав в этом был. Ну, Бог, я думаю, это мое личное мнение, ты только не позиционируй меня, вот скажешь, вот православный человек говорил мне это, просто я, личное мое мнение, любой человек, наверное, может просить Бога, он даже не нашей религии, и получает ответ. Вот в чем дело-то, если мусульманин получает ответ, евреи, жид, которые вот есть, избранный народ этот, да, они молятся и получают ответ. И другие католики молятся и получают ответ. Баптист молится, получает ответ. Я молюсь, могу получить ответ, если буду искренне просить об этом Бога. Вот я лично думаю, что не зависит от вероисповедания, а тот человек, который обращается к Богу. И если лично обращается к Богу, то Господь слышит всякого человека, потому что он, творение Божие, не может человек, то есть не может Бог не слышать свое творение. Потому что любой человек, неверующий, атеист совсем, он же творение Божие. И если он вдруг взморится и начнет просить Бога в чем-то, и раскаиваться будет, и будет просто вообще взывать, не в церкви, не вообще ничего нигде, а просто в Богу напрямую, я думаю, Господь его услышит. Вот и все. Он не через Библию, он не... Вот, допустим, я уверовал, когда я уже вот этой... Ну, мать-то же была верующая, и я крестик носил, я крещеный в церкви на восьмой день был. Вон, в городе Камень, на обе здесь есть, в Алтайском крае. Я там был крещеный в 34-м году, 16 октября или раньше. Вот. Я мог обратиться, но я не обращался. А вот когда услышал Библию, когда услышал проповедь, вот проповедников баптистских, когда они призывали, потому что Господь то, другое, потому что мать-то мне не говорила. Мать-то не грамотная. То есть она грамотная была по-своему. По-своему она молилась, по-своему она все это исполняла. Но мне она рассказать такого не могла, как написано в Евангелии. И вот я что услышал в Евангелии первый раз, это в 74-м году у баптистов. И когда они призывали, что и говорили о Господе, и вот это все, для меня это было открытие. Из-за этого я ее, ты сам, уверовал и покаялся. Вот в чем дело, это было как. Ну, Господь услышал, естественно. А другой человек вообще нигде, ни в какой ни секте, ни вообще нигде, может обратиться к Богу, и Господь его услышит. Потому что мы все творения Божия. Любая корова мычит в стаде, послух, послух слышит. Вот в чем дело-то. А тем более Господь, Он все свое творение знает. И все, и пожалуйста. И всякий верующий в Него потом не погибнет, а будет иметь жизнь вечно. Вот и все. А то, что разделяемся мы все, это просто, ну, не знаю, сатана это все мешает, мешает всех людей. Хороших, плохих. Ну, как вот. Ну, понятно. Вы видите, как это объясняет. Тихоныч объясняет, что это не церковь. Не церковь. Это вот все. Это он объясняет. Ты можешь его слушать. Слушать. Слушать и так и думать, что вот это, как он говорит, так и верит. Вот и все. Я тебя нисколько не отговариваю. Я просто говорю, что каждый верует и будет отвечать за то, как он верует. Вот и все. Михаил. Да. Это Роман. А вот вы говорите, что, ну, приводите стих из Слова Божия, который вот дает вам, позволяет вам понимать, что не только православные спасутся, да. А получается, что по одному стиху вот, ну, нельзя смотреть на то, как Бог смотрит. Потому что, оказывается, у нас Господь в одном месте говорит, что блаженны плачущие, ибо того, каковых, есть Царствие Божие. Это об этом Игнатий Тихонович тоже говорит. Но если этот один стих рассматривать, то можно, получается, сделать вывод, что не надо ни креститься, ничего. Вот ты плачешь, ты уже блажен, ты уже, значит, Царствие Божие. Ты таковых есть, Царствие Божие. Но, оказывается, в другом месте он говорит, что надо и креститься, и причащаться. А в третьем месте он говорит, что, оказывается, нужно, чтобы крестить не просто мы там друг друга, но чтобы это сделали священники. Потому что он говорит апостолам, если... А, кому простите грехи, тому простятся, а кому не простите, на том останутся. То есть им дана эта власть, крестить нас. А мы уже постольку, поскольку, если нет рядом священника, ну тогда, в крайнем случае, можем. Но если человек остался в живых, да, в крайнем случае, то он идет опять священнику, и священник это все довершает, так как у него власть вот этот грех оставлять или не оставлять. То есть крестить или не крестить. Другое дело, что там многие грешат, что неправильно крещут, это, конечно, да. Но все равно у них власть такая есть, всякая власть от Бога. И потом то, что Иисус Христос, нельзя его назвать сектантом в современном понимании этого слова. Почему? Потому что сектант это тот, который отделяет себя сознательно от церкви, от собрания верующих. Он говорит, я не ваш, вы не мои. А там, наоборот, как раз в Священном Писании сказано, что он пришел к своим. То есть он их называл своими, он их считал своими, и он к ним приходил. И поэтому нельзя сказать, что он себя отделял сознательно от них. Это они были сектантами по отношению к нему. Они себя отделяли от Бога, они толковали так, как хотят, а не так, как хочет Бог. Это другое дело. Но он не был сектантом. Вот. Вот так вот. То есть он себя же не отделял от людей-то. Он, наоборот, к ним шел. Его даже обвиняли. Ты зачем идешь к этим грешникам там? Роман, я сказал, что он, будучи Сыном Божиим, восприняв плоть человеческую, и пришел как человек. Он пришел как человек. И они его видели как человека. Это тоже. Они Божественного ничего не видели абсолютно. Они видели человек. Вот и все. И он начал проповедовать, и говорит им, и они слушают, они вроде интересно, говорит хорошо, у ученики у него, там прочее, все такое. И вдруг он нарушает субботу, с учениками идут, там колочек взрывает. Они говорят, да ты что? А он говорит, я господин субботы. Кто? Какой ты господин субботы? Моисей, я говорю, закон, а ты нарушаешь закон. А он говорит, я господин субботы. Я сын Божий. Вот он что, позиционировал. Он начал исцелять и прочее, все. Да, но он, в том понимании, сектант, он не соответствовал этому современному пониманию. Роман, это я даю понятие современное, которое сейчас есть, сектант. Сектант, то есть это другой, не от нашей общины, а другой. Сектант, это другой человек. Так вот, я сказал сектант, то есть это значит по-нашему, я говорил, что это по-новому, по-нашему, можно сказать, что он был сектант. А в то время он был просто другой человек, пришлый другой человек, который нарушает субботу, который исцеляет, который не дает себя еще за сыном Бога. Вот и все. То есть по-нашему, сектант. Вот и все. Его не приняли и, значит, гнали. Вот это все. Так вот мы, вот Игнатий Тихонович и его община, они гонят кого? Всех тех, которые не наши. Значит, сектанты всех гонят. И вот по отношению к иудаизму, мы все сектанты, те сектанты, и православные католики, и все остальные потом. И сам Иисус Христос, он тоже сектант, то есть другой человек. Он не ихного естества, не ихной общины иудейской. Это понятно, но просто слово сектанты не подходит. Я говорю, в нашем понимании сектант, а в том смысле, когда он был Иисус Христос, то он просто другой человек, я сказал. Я его не называю сектантом, не называю. Он другой человек в иудейском обществе, в израильском народе, он был другой человек. Не исповедующий, как бы, вот это все иудаизму, но он исполнял. Исполнил этот закон, исполнил. То есть он исповедовал, наоборот, он исповедовал. Но он еще и сверх того, начинал делать то, что... Он ужесточил закон, усилил закон, то есть еще больше ограничений поставил. Но дал и больше сил, конечно, для исполнения людей. Он ужесточил, а он ослабил закон. Ослабил закон. Он жестокий был, Иисус был очень жестокий. Не в плане жестокости, а в смысле больше ограничений стало у людей. Вот в этом смысле нет, в плане жестокости, зла. Нет, 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 нет. Он ослабил, он сделал его легче. Он сделал легче, ну как легче? Если раньше можно было, допустим, убить человека на войне, то теперь нельзя убивать, как это легче. Наоборот, ты хотел прогневаться, ну вот прогневался, убил человека, и ты это вроде как даже сделал, Богу угодил, понимаете? А сейчас этого нельзя делать, даже гневаться нельзя. Не то, что уж человека убить, даже гневаться нельзя. Подожди, ты сейчас хочешь меня учить? Да я и вас не учу, это я просто говорю, что оказывается вот так. Я говорю, как новость для себя и для всех. Возражать будешь? Я с тобой согласен полностью. Это твое мнение, я уважаю твое мнение. Если ты будешь говорить, я буду слушать, и всё. Но вот я сказал то, что я как думаю, вот и всё. А вот, допустим, чтобы там что-то выяснить или вот установить, как правильно, или дойти истину, или это всё, это не мне, это не для меня. Я не хочу этого. Вот и всё. Каждый имеет право толковать так, как он понимает, и говорить так, как он понимает, и всё. И надо уважать это мнение. Я уважаю твое мнение, если по-другому понимаете. Менение-то понятно, что уважать надо, но просто мы же знаем, что Бог будет судить не так, как мы думаем, не так, как мы каждый думаем, правильно, Михаил? Бог же нас будет судить не так, как мы думаем, правильно, как вы думаете, или как я думаю, а так, как он думает, и вот как он думает, это вот выяснить, это как раз нам, говорят, святые. Святые, а вот по поводу надежды, по поводу того, что кто наследует Царство Небесное и прочее, и прощены будут, или как. Вот Пасха подойдёт, Христово, воскресенье, и послушай, что будут в церкви читать. Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст будет читаться, его слово, и там ад, где твоя победа, там прочее, всё такое, и всё. То есть воскресенье всех, то есть нет, ну я не помню точно, в памяти у меня уже, старик уже выжил из ума, я не помню. Но вот Иоанн Златоуст будет говорить на Пасху, ад отдаёт всех, прочее, всё, никого нет в погибели, и ад ликвидирован. И Иоанн Кронштадтский об этом в своих словах тоже говорит. И вот те, которые говорят, вот что, а все погибнут, я это, допустим, я не верю, я не согласен с этим, и всё. И больше я разговаривать на эту тему не буду. Если вы верите, что вы одни спасётесь, или вот только одна община Игнатия Дихоновича спасётся, это вы как хотите. Вот, это значит, я так думаю, это уж сильно такая, уж форисейство настолько такое, что вот только мы, и вот только так, и никак иначе, и вот так вот, и вот в городу, и ещё то-то, и другое-то, и детей-то не будем кормить. И пост идёт летом. Да дети, какой пост-то? Ну дети приехали в деревню отдыхать, их нужно кормить молоком-то летом. Ну что дети-то учились, зиму прожили в городе, не жрали ничего хорошего, и в деревню приехали, и он, нет, будем пост сохранять, соблюдать. И пост соблюдают, пост заканчивается, и у него лагерь заканчивается. Всё, распускает. Два дня, значит, он там это, молока привёз, мёда, там прочее, всё. И всё, и до свидания, разъезжает все. Мне это не нравится, вот и всё, но это моё мнение. И всё, кому-то не нравится, или нравится, пожалуйста, оставайтесь при этом мнении. Детям, может быть, у детей, у детей, какой пост может быть? Ну ему тоже не нравится, Игнатий Тихонович, он же тоже говорит, мне это тоже не нравится. Вот он хочет... Мне это тоже не нравится, но куда денешься? Никуда не денешься. Роман, вот он хочет соблюдать, пусть соблюдает. Вот. Вот и вот. Я не соблюдаю пост, я не соблюдаю пост. Ясно. Ну ладно, Михаил, спасибо, я отхожу. Потому что я больной человек, потом возраст у меня уже за... До свидания. Ушёл человек. Надежда, ты здесь, да? Да, да. А вот этот самый разбойник, на кресте-то, один-то, тоже два разбойника, один как-то спасся, призывал голову, спасся, а другой... А вот этот разбойник, он ни крещения не принимал, ни посты не соблюдал, ни исповедовался, до того, ничего вообще. Но вот он только лишь сказал те слова, что его второй-то напарник хулил и говорил, там прочие все-таки хуйные слова. А он сказал, ну чё ты ругаешься, так мы же получили с тобой по делам то, что мы это совершали. Разбойниками были, какие уж дела там. Ну, разбойники, значит, грабили, убивали, может быть, всё прочее, да. И мы по делам получили вот это наказание, а этот-то человек, они знали, значит, Христа, и говорят, этот-то человек вообще ни за что, а мы-то по делам с тобой получили. И потом он признался и говорит, помяни, Господи, помяни меня в Царстве Небесном. Вот и всё. Он признал его за Господа, что вот так и так. Ну, Господь сказал, ныне, говорю тебе, будешь со мною в раю. Вот и всё. И разбойник первый ходит в рай, который вообще ничего не исполнял, и вообще ничего не знал, и не был никаким верующим. И вот за одни слова, только лишь те, что он сказал, помяни меня в Царстве Небесном, в Царстве твоем. И Господь сказал, будешь со мною в раю. Вот и всё. Так, а вот всё остальное, это уже от человека зависит, что ему делать, как исполнять, что это всё прочее, то и другое, пятое, десятое. Это всё исполняй. Священники тебе говорят, исполняй. А по делам их не поступай. Вот ещё я так слышал. Может быть, и так. По делам их не поступай. Ну вот, так вот, ещё такие люди, одна женщина говорит, говорит, зачем мне такой бог, вот ребёнка носил, куда он смотрит, зачем мне такой бог мужа. Спасибо. Спасибо.